МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ей нет года, всего три месяца, еще совсем маленькая крошка. Маленькая козочка. Скажите, пожалуйста, это какое-то декоративное животное или это настоящая коза? Настоящая коза будет давать молоко. А, то есть и вымахает она в такую козищу? В козочку. Мы же вымахаем козищу, да? Чем питаются козищи? Мы вегетарианцы. Так, что они любят? Ну, иногда мы кушаем проходящие мимо зеленые юбки. Да ты что? Как бывает? А можно я попробую дать яблочко? Да, конечно. Угостите, угостите. Это сейчас самое актуальное. А как правильно это делать? Как угодно. Она не перепутывает ваши пальчики с яблочком. Держи, моя хорошая. Ух ты, как здорово. Жень, ты боишься, я смотрю. Не, не, я не боюсь, я просто смотрю, какие у нее зубы. Есть ли там вообще? А есть ли какие-то мини-версии козочек? Вот я бы хотела дома завести. Как мини-биги, да? Ну да, козки. Есть мини-версии, да, сейчас. Есть и пони, и козлики практически карликовых размеров. Ну, по коленам для человека. А вот в квартире, в городской их можно выращивать? Или все-таки это для каких-то загородных коттеджей, чтобы можно было выпускать на лужайку? Ну, для экстремалов разве что. На балконе можно, наверное, попробовать. То есть квартира все-таки не самое подходящее место? Не, не самое лучшее. Для копытных. Хотя все будут удивляться. А насколько умное животное? Умное животное. Козочки понимают, узнают? Да, узнают, понимают. Могут даже выполнять какие-то команды, даже не самые простейшие. Лежать там, тапочки принести? Лежать может, тапочки принести не пробовали. Ну, попытаемся. Скажите, вот если коза вегетарианка, для чего у нее рога? Как это для чего? Для защиты. Для того, чтобы самцу показать, какой он самец. То есть на этот рог он никого все-таки не поддевает? Ну, не поддеваю, если нет на то причины. А бывает, что у них какие-то есть предпочтения? Вот у каждой озере. Например, веснушка любит яблочки. Другая любит там груши. Веснушка любит огурчики. Яблочки уже, пожалуй, всем животным надоели, наверное, как и людям. Серьезно? Ну, конечно, яблок же сейчас очень много. Ну, сейчас круглый год можно и арбузы купить, дыни. Другое дело, какие? К арбузам мы, кстати, неравнодушны. Арбузоедка. Да, ну, сейчас самое ее время. Кто в вашем трогательном зоопарке самый популярный? Самый популярный, наверное, это мини-пиги. Какой это запах? Мини-пиги имеют? Давайте так. Имеют. Еще какой? Да, вот что. То есть дома все-таки заводить не рекомендуете. Не согласна. Они очень умные, умнее козлят. У них интеллект, наверное, даже на уровне собаки или выше. У мини-пигов? У мини-пигов? Да. Мой мир только что просто взял и перевернулся. Перевернулся. Понятно. Подождите, она может быть сторожевой. Сторожевой мини-пиг. А нет, ладно. Какие-то звуки издают. Можно еще татуировки ему набить. Да, издают, конечно. Слушайте, столько замечательных. Про проводников, наверное, может быть. Да. Скажите, а вот насколько опасно, ну, теоретически, общение с детьми, вот может там, я не знаю, на тот же рог поддеть это корочка у ребенка? На колу. Намеренно нет? Нет. Ну, а если вдруг ребенок на нее попытается сесть? Сесть на нее? Да. Нет, она скорее спугается. Атаковать она точно не будет. Тут мы откроем секрет. Нашим зрителям пришлось эту козочку-веснушку заносить в студию на руках. Дело в том, что у нас несколько зеркальный черный пол, и Веснушка испугалась своего отражения. То есть они вот в зеркало себя как-то неадекватно, да, видимо? Это даже не зеркало, он у вас черный. Непонятно, что за призрак вообще под ней идет. А, ну, конечно же, не травка, Женя. Да, не травка. Ужас какой. Кошмар. Кошмар. Спасибо вам огромное. Зрителям напоминаю, у нас в гостях были Веснушка и Кристина Довина, менеджер парка бабочек со своим питомцем. Прямо сейчас смотрим рекламу, затем возвращаемся в эту студию и продолжаем говорить о вегетарианцах и мясоедах. Продолжение следует...